Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Те, кто следят за развитием моего канала, смотрят мои видео, в принципе, понимают, о чем сейчас пойдет речь, или вы можете прочитать даже в названии под видео. Как вы знаете, приехал ко мне мод RX200, и у меня уже на него есть обзор. Но так вышло, что магазин Everzone мне так же самое отправил мод RX200, но не сказал мне об этом. Ничего, не сказал, что отправил, не сказали трек номер, вообще ничего. Просто вот молча пришла от них посылочка. Я, конечно, благодарен им за это. Но первый обзор был вот на вот этот девайс. Я хотел в обзоре на вот этот девайс, когда я делал на черную версию, его разобрать, показать, что внутри, и поговорить вообще более развернуто о том, как определить бракованное и не бракованное. Старая версия прошивки вот здесь старая сейчас, вот здесь стоит новая версия прошивки. Как они отличаются, чтобы людям показать. Потому что много началось сообщений, каких-то вопросов, а как отличить оригинал от подделки. У меня, насколько я знаю, два оригинала. Вот, в принципе, по ходу дела мы будем дальше проверять, смотреть, разбирать. Я вам буду показывать. Ну, по крайней мере, показывать на то, на что стоит обратить ваше внимание. Так что огромное спасибо магазину Everzone за предоставленный вот такой вот образец, который мы сможем сравнить. Также в этом обзоре я хочу сделать такую небольшую модернизацию. Вы видите, вот чисто черный цвет. Кому-то, конечно, нравится чисто черный цвет, ничего лишнего и все остальное. Но мне уже, меня достали эти цвета монотонные. Мне хочется чего-то интересного, разнообразного. И так как у меня есть второй мод RX200, я хочу с черной версии взять, снять среднюю проставку. Вот здесь вот ее лучше видно, она тут белая. И поставить вот эту черную проставку вот сюда вот, на салатовой крышке. То есть переднюю часть и заднюю. То есть, ну, задняя легко, конечно, переставляется. А вот с передней придется поиграться и разобрать полностью мод. Так вот, в процессе всей этой разборки я вам покажу, что внутри. Мы поговорим о том, на что стоит обращать внимание, когда вы покупаете этот мод, чтобы отличить оригинал от подделки. Заглянем, что же там внутри, как все там внутри устроено. И произведем кастомизацию обоих модов. Вот примерно так они будут где-то выглядеть. Вот если переднюю часть не показывать. Вот черный с белым будет. И черный с салатовым. Поехали на стол и все это будем делать. Ну что ж, дорогие зрители. Вот примерно так они будут выглядеть, как после переделки. Вот, но мы их пока отложим в сторону и немножко поговорим о том, как вообще, на что стоит обращать внимание, когда вы покупаете RX200. Подделка это или нет. Когда вам приходит висмок RX200 из Китая, конечно же, эта коробочка обтянута полиэтиленом. То есть, от первого вскрытия такая себе защита. Конечно же, было бы желательно купить в магазине с обтянутой пленкой. Там при них ее вскрыть и посмотреть дальше, что у нас внутри. Но может такое случаться, что в магазинах на месте пленка уже вскрыта, так как магазин также проверяет комплектацию и сам мод перед тем, как вообще выставить его на прилавок. Потому что, если с ним что-то не так, он там бракованный, разбитый, покореженный, то они тоже ругаются с китайцами и требуют возврат денег или выслать новый девайс. Значит, на коробочке здесь у нас, вот здесь сзади, есть скрэйч-код, который стирается монеткой, ногтем, чем угодно. И здесь есть уникальный номер. Зайдя на сайт Wismat, его можно проверить по этому номеру. Дальше мы можем обратить внимание на комплектацию. На качество даже поролона. Даже под поролоном, который там лежит. Обратите внимание, вот какой он. Вот видите, с одной стороны он более темный, с другой более светлый. В клонах, в подделках, это может быть все по-другому. Они используют более дешевые материалы. Значит, обязательно инструкция и вот такое вот предупреждение. Распечатать их, правда, вообще нет никакой проблемы. И на это обращать внимание даже не стоит. Это бумажки, которые распечатываются. Дальше, на что мы можем обратить внимание, это USB кабель. Обратите внимание на его толщину. Сам кабель довольно-таки толстый. Ну, по крайней мере, изоляция. Обратите внимание по соотношению с обычным кабелем USB, который приходит в других модах. Он более тонкий. Также, обратите внимание на саму форму вот самих USB контактов. Вот как они сделаны. Потому что на многих они отличаются. Здесь должна быть именно такая, как сейчас я вам показываю. В дешевых подделках обычно на USB кабелях экономят и ложат их не самого хорошего качества, как бы. Но по этому критерию можно определить, подделка это или нет. Итак, разобрал я эти моды, ну, до той степени, которой в принципе я хотел. Я хотел заменить вот эти проставочки. Салатовые и черные. Вот они лежат отдельно. Но снять саму плату, тут я смотрю, придется выпаивать контакты, которые вот здесь вот внизу находятся. Вот, приблизил, так будет лучше. И придется их выпаять, чтобы снять вот эту контактную площадку полностью. Снять ее не так просто, как казалось. То есть, просто откручиваем винтиков не поможет здесь. И плюс, опять же, нужен паяльник. У меня его пока что нету. Но я хочу себе хорошее, а не просто какой-то немеренно здоровый такой доробул. Или какой-то китайский, который сгорит просто в течение пары дней. Сейчас вы можете посмотреть на отличия платы, если они есть, если вы их увидите. Единственное, что я заметил, это вот здесь силикон. С этой стороны он есть, а вот здесь, с этой стороны, его тут нету. Он здесь придерживает проводок. Ну, вот ни с этой, ни с этой нету. Здесь он есть. Плюс, на черной версии, вот здесь, на платье, более трудно читаются надписи, которые вот здесь есть. На белой, они более легко читаемы. Вернее, как не надписи, а маркировки. Вот здесь внутри находится, вот хочу обратить внимание, на обоих модах. Здесь вот эти ниточки. Вот он завязан узелком. Шлейфи, который вытягивает аккумуляторы. И здесь вот он так же самое есть. Вот здесь вот он так виднеется. Внутри вот здесь вот такие, довольно-таки, толстые кабеля, которые уходят на сам пин с самой платой. Опять же, такие вещи будут более интересны, конечно, людям, которые разбираются в радиоэлектронике. Также хочу обратить ваше внимание. Вот там, где должен был быть винтик, вот здесь вот, то, что я говорил, он залит силикончиком таким вот, как я думал, от первого вскрытия. Здесь не оказалось вообще винтика. Он вообще пустое место. Вот этот пинцет, он проваливается. Я пытался выкрутить, не выкрутить. Все, что я нашел, это вот такой вот части силикона. Походу, китайцы вообще, когда делали его, тут в чем-то пролюбились и залили просто эту часть силиконом. Конечно же, этот отсек держится на восьми винтах, которые расположены вот здесь вот должны быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот еще семь и восемь. Вот эти винтики я снял уже на черной версии. То есть, я пытался ее разобрать полностью, так как и она останется у меня, там будут переделаны крышечки. Но об этом вы увидите. Но опять же, недочет налицо. Конечно же, сюда можно подобрать винтик и вкрутить его. Но момент все равно неприятный. Также, для тех, кто будет разбирать вообще этот мод, если захочет себе там отремонтировать его, он вдруг у вас сломается, или как-то переделать и будет снимать плату, обратите внимание, что здесь есть вот такая вот заглушечка из поролона, которая закрывает один из винтиков, который удерживает где-то там вот плату. Выкрутить его полностью не вышло у меня. Он как-то там вот держится на чем-то. Но думаю, что его стоит все-таки выкрутить и обратить на это внимание. Итак, давайте посмотрим сейчас эти два мода по экрану, как они отличаются. На вот этом белом моде у нас стоит старая прошивка, а вот на этом черном у нас стоит новая прошивка. Значит, обратите внимание, как отличаются экраны. Я надеюсь, что на камеру будет это видно. Вот здесь, вот на белом моде, цифры более белого такого цвета, они немножко отличаются формой от новой прошивки, вот которая на черном. Они такие более действительно белые, а здесь они более такие синеватые на черном. Значит, как проверить вообще, ну какая у вас прошивка? Значит, мы выключаем мод, он не должен быть включенным. Видите, оба мода выключены и теперь что мы делаем? Нажимаем быстро на кнопку Fire и продолжаем на нее нажимать до тех пор, пока не появится версия прошивки. Даже когда мод у вас включится. Поехали. Все. Версия прошивки у нас здесь появилась. Как вы видите, на белой у меня сейчас стоит версия 1.05, на черном 1.08. Обзор я делал именно на черной версии с прошивкой 1.08. Так что различие между экранами это еще не показатель. Теперь я их соберу полностью, так как я хотел их собрать и уже покажу вам готовый результат. Ну что ж, дорогие подписчики, вы видите частично вот уже проделанную работу. Осталось только надеть заднюю крышечку. Но я хотел бы вам показать один момент, который не показывал еще ни один русскоязычный обзорщик. По крайней мере из тех, которых я смотрел. То есть функция именно этого мода. Висмека RX200. Значит в выключенном состоянии аккумуляторы вот здесь вот уже вставлены. И сам мод выключен пятикратным нажатием на кнопку Fire. Мы зажимаем кнопку Fire и кнопку вниз. Ну вот если так смотреть, то наверное влево. Вот, зажимаем и держим. И держим их подольше. Вот держим, держим. Видать поэтому мало кто об этом знал. И что мы видим? Мы видим уровень заряда ваших аккумуляторов. Значит располагается он слева направо. Пишется три разных заряда аккумулятора. Путем нехитрых вычислений определилось, что если мы смотрим на экран. Вот зажмем еще раз. То первая надпись это будет аккумулятор, который находится вот здесь. Вот выходит с правой стороны. Потом второй аккумулятор, который здесь будет писаться, это будет средний аккумулятор. И третья надпись, которая будет здесь писаться, это будет левый аккумулятор. То есть уровень заряда каждого из них. Вот такой вот нехитрый способ мне подсказал Владимир, который помог мне. Вот пришел, сказал такой, слушай, а ты знаешь? Я говорю, прикольно, нет, не знаю. В общем, ну вот как-то так оказывается, что можно это все проверить. Также в ходе тестирования, когда я пытался вычислить, какой из аккумуляторов пишется вот здесь, вот где он располагается. Я вставил один раз неправильно аккумулятор. То есть переплюсовку сделал неправильную. Вот давайте так же самое это все вставим. Мод у нас, конечно же, не включится, как вы видите. Но если мы зажмем Fire и вниз, и мод вот пишет нам здесь в середине нали и последний аккумулятор тоже нали. Видать, мы цепь размыкаем этим аккумулятором. По всей видимости, цепь идет с этого аккумулятора на этот и потом на этот. Но так как цепь тут разорвана, показывает по нолям. Если вытянуть один аккумулятор из этой цепи и зажать так же самое Fire и вниз, то можно устать и пальцы начнут болеть. Но на экранчике ничего не покажется. Так что вот так вот аккумулятор должен быть в любом случае. Владимиру отдельное спасибо. Итак, дорогие зрители, как вы видите, вот что вышло с этими модами. Я всего лишь заменил вот эти вот крышечки. То есть фактически передние вот эти панельки я поменял местами. Ну так разве не красивее? Ну, по крайней мере, мне кажется, что так гораздо лучше. Вот белый с черным идеально сочетаются. Вообще классно смотрится. Черный, я даже точно не знаю, как это салатовый, Tiffany Blue кто-то называет. Но тоже очень прикольно смотрится. И я вот оставлю себе вот такой вот черный с этими полосами. Этот уйдет уже знакомым, его уже забирают. Вот, если у вас есть друзья, у которых есть, допустим, черный, а у другого RX с бело-зелеными вот этими, с этими вот полосами. То есть вы можете проделать такую операцию. Она очень нетрудная. Откручиваются там всего лишь винтики внутри. Их нужно открутить. Шесть штучек оттуда. И все снимается. Эта крышечка просто вытягивается. Плата все остается на своих местах. То есть вот это был бело-салатовый мод. Вот этот вот. Плату я оттуда не смог вытянуть. Ну, я бы ее смог вытянуть, но тут пришлось бы выпаивать и больше геморрой. Я этого делать не стал. Платы остаются на своих местах. То есть за это можете не беспокоиться. Верхняя часть тоже остается на своих местах. Вот на моей черной вот здесь вот есть небольшие уже такие затертости от использования. Вот вы видите две такие точки. Вот они остаются тоже у вас. То есть если вы с другом хотите поменяться, вы поменяете всего лишь задними крышечками и передними крышечками. Все остальное останется у вас. Выглядит потрясающе. Выходит такой себе небольшой, уникальный такой вот дизайн, который не производится компанией Wismac. Ну, пока что в данный момент. Ну что ж, надеюсь вам было полезно. Это видео интересно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. До свидания. До свидания.